Духовное кормление мирян Занимают огромное место в жизни современного человека Является ли такой сильный интерес к психологии Следствием неспособности современной церкви Ответить на внутренние запросы души нашего современника Либо это исключительно проблема Находящаяся в плоскости веры и неверия Подобные явления можно наблюдать и здесь Некоторые люди обращаются к психологам Но обычно они снова возвращаются в церковь к духовникам Ведь психологи следуют некой методике Но сами не имеют ясных ответов У большинства из них, как правило, у самих имеются проблемы И психологи часто запутывают людей еще больше Церковь — настоящая лечебница наших душ В церковь мы все приходим как недужные приходят в больницу Мы приходим не чтобы исправить, но чтобы исправиться Не чтобы изменить, но чтобы измениться И чем дольше мы живем, согласно указаниям церкви Я бы сказал, по закону Божьему Поскольку именно церковь продолжает спасительную миссию Господа Тем в большей степени уменьшаются и наши психологические трудности Число которых, к сожалению, в наше время умножилось Именно по той причине, что мы не ищем Христа Мы почему-то считаем, что святость — это дар, который дается немногим Тем, кто, быть может, вызывает большую симпатию Бога А это ошибка Святость — это дорога, по которой мы должны идти все Потому что никто не может войти в рай, если не пройдет по этой дороге Святость — это долгая обязанность всех нас На этом пути только церковь может выступить помощником и настоящим врачом Потому что ее основатель — глава церкви Мы знаем, что церковь — таинственное тело Христа Глава церкви — единый врач душ и телес Если мы будем, если мы затронем тему психологического здоровья многих верующих людей То мы с удивлением обнаружим, что здесь далеко не все так прекрасно, как хотелось бы и должно было бы видеть Если мы почитаем апостола Павла, то увидим, что плоды действия благодати Святого Духа — это любовь, радость, мир, кротость, благость То есть все положительные черты состояния души Но в то же самое время мы чаще увидим глубочайшее уныние, которым живут эти люди, а вовсе не радостью о Христе И только иногда в их жизни пробивается свет божественной радости Это связано с тем, что не стоит искать в христианстве умиротворение души помимо Христа Либо с тем, что они ищут неправильным путем Отец Порфирий, с которым мы имели честь быть знакомы Вы, наверное, читали и знаете о нем Это великий старец Он советовал всем здоровым и в еще большей степени тем, кто испытывает психологические трудности Одно единственное лекарство — любовь ко Христу Я бы еще добавил молитву Этого нам тоже не хватает Часто мы приходим в церковь и жалуемся на жизнь И здоровые тоже Все время о чем-то просим Нам все время что-то нужно Но при этом забываем о словословии Люди, которые все время славят Бога Имеют внутреннюю полноту И их душевные раны затягиваются очень быстро Следовательно, те, кто переживают сложные душевные состояния Должны вообще вести интенсивную духовную жизнь Иметь духовника Участвовать в таинствах Я это повторяю Но и иметь литургическое, я бы так сказал, воспитание Чтобы они знали, как ценно Участие в первую очередь В таинстве Божественной Евхаристии Чтобы они причащались как можно регулярнее Если разрешают духовник И чтобы они не сомневались Что со временем эти душевные раны К сожалению, умножившиеся в наше время Исцелятся Ведь сегодня дети уже с раннего возраста Душевно изранены И среди тех, кто приходит в монашество Многие приходят душевно израненными И я бы сказал усталыми Поскольку чем раньше человек узнает грех Усердствует в нем Совершает его Тем больше грех отягощает его душевно И видишь еще совсем молодых ребят Которые должны были бы в их возрасте буквально летать А они приходят уже чрезвычайно усталыми С тем, чтобы принять груз Который и так сам по себе тяжел Нелегко жить монашеской жизнью Именно по этой причине В свои невинные детские годы Они отяготили свою душу чем-то Что нанесло ей рано Иногда они в этом не виноват Многие из разведенных семей Из разрушенных семей Но также Из-за греха, который сегодня Так щедро предлагается яволом Через все современные средства Думаю, вы тоже встречали Старых, более простых людей Которые взращивали внутри себя Это пламя божественной любви к личности Христа В них не было и малейшей душевной смуты Они могли быть совсем необразованными Или малообразованными Но от своих родителей Или какого-нибудь священника Они научились любить Христа И эта любовь для них Все Потому что средоточие их жизни Не их Я Не человеческие вещи И даже не эта жизнь Но Бог В одном из мест У отца Порфирия В одном из мест книги отца Порфирия Мне встретилось потрясающее утверждение Что человек, который бьет поклоны в храме Исповедуется, причащается Чувствует некое действие Божественной благодати И как только выходит из храма Вдруг слышит некий укор Обращенный к нему И внутри него все вспыхивает Этот человек бесноватый Такое дурное состояние возникает И вообще от характера человека В котором нет послушания воли Божьей Вообще, раз уж об этом зашла речь Христианин и не христианин Любой человек должен эту отраву Именуемую гневом Совершенно изгнать из себя Нужно бороться с этим Конечно, это порождение эгоизма И человек вообще должен бороться Со своим эгоизмом Но особенно с гневом Потому что гнев Это настоящая отрава Вызывающая и телесные болезни в человеке Но что хуже всего Гнев создает дурную обстановку Вокруг этого человека Когда в семье есть гневливый человек Из-за него все в доме переворачивается вверх дном Как говорит святой Иоанн Лествичник Он говорит о гневливом игумене Что гневливый игумен Это то же, что леса в курятнике Так же в семье Люди должны быть кроткими и мирными Конечно, кротость и мир Происходят от общего духовного состояния Но всем нам нужно быть Особенно внимательными гнев Но приходится часто встречать Православных семьях Которые, естественно, стараются бороться с гневом Что гнев загоняется глубоко внутрь души И в итоге действительно становится Источником серьезных, в том числе и телесных заболеваний Ведь гнев вложен Богом Способность к гневу вложена Богом Для того, чтобы мы на подсознательном уровне Противостояли недолжному, греховному Хотелось бы услышать от вас совет Как правильно переориентировать гнев с людей С обстоятельств на недолжное Прежде всего, человеку нужно бороться Всякий раз, когда он чувствует это расположение Это движение к гневу Когда задет его эгоист Первое, что ему нужно сделать Это принудить себя изо всех сил Подавить его Уйти в этот момент Лучше уйти, чем продолжать беседу или разговор Я знаю одного игумена в Греции Который от природы гневлив И однажды он мне сказал Я сломал себе зубы, сжимая рот Чтобы промолчать, не наговорить дурного Не высказаться в тот момент, когда меня душил гнев Потому что я всецело предался гнев Это часть общей борьбы Которую мы ведем за то, чтобы созидать себя Чтобы враг был изгнан и победил Христос Потому что страсть И страсть гнева тоже, как говорят отцы Это бесы Бесы суть Другое дело, если гнев обращается против страстей Против бесов Но не в том смысле, что мы их обзываем бранными словами Преподобный Исаак Сирин говорит, что монах и всякий христианин Ведь православная духовность по сути одна Нет разделения на женатого и неженатого Что нам всем нужно подвязаться с отчанием и упорством Потому что двери в рай, как бы ни хотелось, чтобы они легко открывались Не открываются легко Мы должны бороться по-настоящему так, чтобы молитвой очистить себя И любить всех, как говорит преподобный Исаак Сирин Чтобы сердце горело за все творение, даже за бесов Итак, гнев не в том смысле, что они ушли от Бога Но даже им, чтобы мы желали снова обрести свой путь к Богу Соблюдать Божью волю, чтобы они не потеряли рай Мы должны иметь такое помышление, чтобы даже камни не попали в рай Но чтобы все попали в рай Вот какой у нас должен быть мысленный настрой И тогда мы сможем помочь себе и другим Себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим Хоть вы и упомянули, что нет никакой специфической монашеской или мирской духовности Но все равно есть существенная разница между образом жизни человека в монастыре И семейного с детьми, с супругой, с родителями, живущего в миру И в России мы наблюдали следующую картину Когда люди стали входить в церковь и читать аскетическую литературу Они пытались применить это к своей семейной жизни Чаще всего это заканчивалось печально Что самое главное должен наблюдать О чем самым главным должен заботиться семейный человек Стремясь к полноценной духовной жизни в миру Сперва я хотел бы действительно пояснить Различия, конечно, есть, но в общих чертах Евангельская истина одна для монаха и мирянина Как я уже говорил, православная духовная жизнь Завещанная нам от отцов, это жизнь аскетическая Хотим мы того или не хотим Аскетический дух был, есть и должен прибыть в церковь Церковь не может быть иной Она не может быть обмерщенной Это искушение Конечно же, имеется различие в том, как мы ведем духовную жизнь Мы, монахи, должны вести ее в полноте, насколько это возможно Ведь мы тоже люди, несущие плоть, живущие в мире Но обязательно и те, кто в миру Пусть в другом ритме, сообразных времени, профессий, обстановки, в которой они живут Должны найти такой способ, чтобы сохранять и держаться, насколько возможно, православная духовность Только обязательно с помощью и под руководством духовника Даже чтение духовных книг, даже, я бы сказал, обязанность изучать главным образом закон Божий, а также святоотические тексты Ведь христианская словесность одна из самых ценных вещей в этом мире Даже в этом необходимо руководство Потому что человек может легко запутаться в некоторых вещах, к которым он еще не готов Он может забежать вперед и вкусить райские плоды, которые ему до времени не дозволены В таком случае он точно впадет в заблуждение и может разрушить свою семью В Греции тоже бывали такие случаи Поэтому необходима большая осмотрительность и неизменное послушание духовному Отцу и его руководству Сейчас в Русской Церкви идет активная дискуссия вокруг вопроса чистоты причащения Хотелось бы услышать от вас, как духовника многих мирских людей Какие правила вы предписываете мирянам, желающим часто, еженедельно причащаться? Как в отношении объема молитвенного правила, в отношении строгости соблюдения поста, в отношении супружеских отношений Всех тех вопросов, с которыми, естественно, сталкивается мирской человек Это очень важный вопрос И ответ на него должен быть совершенно духовным Потому как иначе и быть не может, когда речь идет о теле и крови Христу Мы должны готовиться так хорошо, как только можем Несмотря на то, что божественное причастие — дар И человек, живя он хоть 500 лет, готовясь причаститься один только раз И будь он святой, величайший святой, тем не менее, подходя к причастию, не достоин именно потому, что божественное причастие — дар Поэтому от всех нас требуется чистота, насколько это возможно для человеческой природы и доступно нашему силе Потому что, по слову, опять же, святого Григория Паламы, всесильный Бог может сделать все, кроме одной или, пожалуй, двух вещей Соединиться с нечистым человеком и стеснить свободу и сознание человека Бог уважает их Так что совершенно необходимо исповедь духовному отцу, чтобы мы исповедали наши грехи Ведь мы знаем, что грехи — это стена, так их определяют отцы Стена между Богом и нами, а значит, между нами и другими людьми Грех отделяет человека от Бога, но и от ближнего И в этом задача духовника — примерять грешника с Богом Когда человек очистится таким образом и еще постом, хотя это и не является необходимым условием, но служит ко спасению, ибо помогает личному очищению Человек должен попаститься и очистить себя молитвой, насколько ему возможно И тогда с усиленной молитвой да приступит к причастию Мы не можем говорить один или два или три раза в неделю Василий Великий сказал, что христиане обычно причащаются четырежды Кто-то может и каждый день причащаться, если он действительно желает причаститься Наверное, каждое воскресенье — самое лучшее для меня Они могут подготовиться Но тот, кто причащается в воскресенье, обязательно должен поститься в среду и пятницу Если не может без масла, из-за того, что работает, пусть ест масло В субботу также следует поститься, но с маслом Потому что, как мы знаем, только в Великую Субботу не вкушается масло, а во все остальные вкушаются Вечером следует съесть что-нибудь легкое, какой-нибудь фрукт, а на следующий день с чистой совестью Но этого недостаточно Нужно получить прощение и простить, чтобы в человеке не было злопамятности Ведь это худшие страсти Человек может и наесться до сыта И после еды причаститься, иметь такую благость и такую любовь В Греции был один священник, который совершал чудеса И знаете, что он делал? Он ел перед причастием Об этом узнал местный епископ, позвал его как-то и говорит «Как ты готовишься к литургии, Геронда?» А епископ слышал, что тот творит чудеса Это было на Эвбии Так случилось, что Григорием звали и епископа, и этого священника «Как ты, — говорит, — готовишься служить литургии?» Человек ему со всей простотой отвечает «Я стараюсь всех простить, и чтобы меня все простили Утром просыпаюсь, умываюсь, ставлю мою попадью готовить Она готовит прекрасную еду на всякий день И поев, иду служить» Епископ ему говорит «Как же ты, батюшка, причащаешься на полный желудок?» «Не понимаю, — отвечает батюшка со всей простотой «А как же?» «Чтоб я делал, как другие, которые сперва причащаются, а потом набивают брюхо всякой едой и напитками, и Христос под всем этим» «Я хочу, чтобы Христос был сверху» Епископ удивился его простоте и понял, что по своей простоте он и творит чудеса, и Бог благоволит к этой его простоте Так что это не так необходимо То есть это необходимо, но тогда, когда сопровождается внутренним старанием иметь любовь, иметь смирение Потому что если постится гневливый, и если постится эгоист или тем паче любящий наслаждение, какая ему польза, даже если он приступит к таинству Божественной Евхаристии? Итак, все это делается, должно делаться, чтобы преобразился весь человек Поступая так, он и в святости будет преуспевать с тем, чтобы обрести рай, соединиться с Богом, достичь о Божьем Но и в этой жизни он действительно может наслаждаться этим великим даром Божественной Евхаристией, Если коммунистам не удалось уничтожить церковь, чего они, конечно, хотели, то им это не удалось, потому что они позволяли, там, где позволяли, служить Божественной Литургией, но запрещали проповедь А если бы они разрешали говорить проповедь, но запрещали бы богослужение, то сегодня верующие в России, я в этом твердо убежден, были бы протестантами со множеством динаминаций, как в Америке, и не были бы верными православными христианами, нас держит Божественная Литургия. И еще, наша Церковь жила без Евангелия. Что я имею в виду? Первые годы христианства Евангелия не было, было только святое предание из уст в уста апостола. Христос, как Учитель, не оставил письменных текстов. Почему? Потому что Он говорил с людскими сердцами. Так же и апостолы постепенно из-за того, о чем я раньше говорил, из-за обмерщения и расслабленности, решили сесть и записать все это, чтобы люди не забыли. Но без Божественной Литургии Церковь не жила ни одного дня. Боря нам, если прекратится Божественная Литургия, тогда наступит конец света. Это точно. Спасибо большое, отец Антипа, за такую потрясающую по своей глубине и важности для наших верующих людей проповедь, рассказ. И хочется просить ваших молитв и о тех, кто спасается в монастырях, и о тех, кто пытается обрести Христа в своих семьях. Спасибо вам, что вы дали мне замечательную возможность поговорить об этих вещах. Надеюсь, что я ответил на ваши вопросы, удовлетворил ваше желание услышать, скажем так, слово «сафон». Но поскольку мне в первый раз предоставляется возможность сказать это так, чтобы это услышали многие в русской церкви, позвольте мне выразить благодарность за стольких мучеников, которых вы дали церкви. Ведь церковь рожается кровью мучеников и не живет без опыта святых. Церковь живет опытом святых, а также кровью мучеников. Так будет всегда, и мы видим это сейчас в Сирии, и, быть может, в Египте. Православные христиане, миряне и священнослужители не перестанут пробивать свою кровь за любовь ко Христу. Еще я хочу сказать спасибо за православную, если можно так выразиться, русскую духовность. С детских лет мы очень много читали о русских святых, и нам стали дороги те места, где, как мы читали, жили эти святые отцы в России, и тем паче сами святые отцы, которые на самом деле помогли и нам здесь. Ведь церковь одна, нет греческой и русской церкви. Все мы дети Божьи, все мы от одной купели, и Бог, как мы знаем, не считает число миллионов. Но что делает? Он эти миллионы православных ставит на весы. Будем надеяться, что мы все окажемся в чашечке весов, склоняющейся к Богу, чтобы Он даровал нам свою милость. Потому что в этом мы все имеем необходимость, и Он даст нам ее, если мы будем верными чадами православной церкви. Христу пора пыли. Пойдем.